Всем привет! Продолжаем наши беседы о рабочей выездке. И сегодня у нас в гостях наш друг и единомышленник Анастасия Ковалева. К тому же Анастасия еще очень опытный тренер, который может рассказать вам все тонкости и нюансы про правильную посадку. Как в каком-то советском фильме? Да, я могу. Ну и вначале такие общие знакомительные вопросы, которые фактически задаются всем. Почему лошади? Как они появились в твоей жизни? Вот ты когда меня предупредила, что будет этот вопрос, я прям с тупора впала. Наверное, как у всех детская мечта скакать на лошади, иметь свою лошадку. Просто она ко мне пришла уже довольно тридцать пять лет. Наверное, такое объяснение. Ну да, все девочки, все мы любим. Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко. В общем, лошади такие магические животные. Иногда очень сложно объяснить, как это случилось, когда это произошло. Мы с тобой были схожи в плане нашей истории с лошадками, начавшиеся на ВДНХ. Нет, у тебя, кстати, где? У тебя тоже. Но, наверное, не так, как у вас. Потому что на ВДНХ у меня где-то было в моем детстве, там лет 12, там 14. Но я просто копила деньги. Вот все деньги, которые у меня вот были, карманные, я их копила. И раз в месяц я приезжала на ВДНХ и каталась вот там перед входом, перед главным входом. Просто по поводу катали людей. И я вот все деньги туда честно приносила. И меня вот водили. Я очень сильно кайфовала. Нашли годы, но ничего не изменилось. Нашли годы, но ничего не изменилось. У тебя, насколько я знаю, вообще очень интересная компания такая, собралась у тебя три коня. Сейчас они все очень разные. Ну, если так вот вкратце, вот о каждом. Как они переделись в твоей жизни? Они все появились случайно. Как много чего в моей жизни. Первый конь появился случайно, потому что я не собиралась никого вообще покупать, никакого коня. Но мне очень хотелось как-то приобщиться вот к этой тусовке конной, к этой конной культуре. Я занималась в прокате. И тренер, у которого я занималась, спросила, может быть, я кого-то знаю, кому нужна хорошая лошадка в аренду. Я тоже, я, я. Мне нужна хорошая лошадка в аренду. Лошадка не была хорошей, сразу скажу. Ну, для аренды, для новичка это вот, ну, спасибо, что все хорошо закончилось. Но он очень хороший конь. Я его очень полюбила. И в результате просто я его выкупила, потому что поняла, что, ну, он очень душевная лошадь. Это чистокровная, английская чистокровная, скаковой конь с большой спортивной карьерой. Вот, собственно говоря, вот так вот у меня появился мой первый Геша. Потом уже через несколько лет, вот два года назад, у меня абсолютно тоже случайно появился Андаус Саботина. Он ко мне просто приехал жить. Вот, приехала хозяйка, смотрела, как у меня живет Геша, какие у нас с ним отношения. Она уезжала за границу, и вот она таким образом, спасибо ей большое, распорядилась своим конем, потому что для нее было важно оставить свою любимую лошадь, ну, в тех руках, которым она будет доверять, да, и будет понимать, что все у коня будет хорошо. Вот. Ну, и примерно таким же образом, вот, буквально два месяца назад у меня появился Липеца. Липеца, он не бескорыстно ко мне приехал, вот, но тоже очень похожим образом, потому что он был на продаже, и я очень переживала, что этот конь продается, потому что я четыре года его знаю, она ее на нем тренировала, на нем скакала над дружим с его хозяйкой, вот, и я ей позвонила, говорю, ну, как так, ну, как, ну, как вообще-то, невозможно, чтобы его продали, вот, и, в общем, в результате мы пришли к такому решению, что Липец теперь тоже живет со мной. Ну, вот здорово, да, может, так, что все три коня вытянули свой счастливый билет. Марьяна, вот твоя история с корабром, она же тоже очень примечательна в коне. Да, она у меня тоже так, очень стандартная. Да, спонтанная, потому что, ну, действительно, когда речь заходит о том, как лошади появляются в жизни, очень тяжело выбрать, то есть, мне настолько нравились абсолютно все лошади, что я готова была, как говорится, там, купить любого коня, да, там, из проката, из каких-то там сложных условий, с любым характером, потому что они мне нравились все, и у меня, в общем-то, мой муж предчувствовал, что все это может стянуться надолго, когда все-таки решение у нас окончательно в семье сложилось, что уже без лошади, ну, точно не удастся нам обойтись. Мне поставили довольно-таки суровые условия, что в течение, там, месяца я должна определиться с породой, с местом, где я буду покупать лошадь, и мы поедем и купим, чтобы я вот не растекалась долго мыслей, не стянулась на какие-то бесконечные смотриные выборы. И так сложилось очень удачно, что выставили на продажу в виде очень классного дончака, то есть, это была же такая мечта, золото донских степей, еще недавно был жеребцом, то есть, вымирновали прямо перед продажей, чемпион своей породы, конкурист со стабильной психикой, прыгающий на шут, и тогда еще посматривал коня, чтобы вместе со своей младшей сестрой мы могли бы заниматься, навлекалась конкуром. Мы поехали его смотреть, конь действительно очень классный, у нас никаких сомнений уже не было, уже вызывали ветеринара, посмотрели, там все, в общем, складывалось замечательно, и по его спортивным возможностям, и по его здоровью. Но так случилось, что этот же человек, тренер этого коня, он продавал и другого коня своего, это тоже такая, называется, высококровная помесь, почти что чистокровка, ну, Настя меня поймет. Конь, который тоже тренировался в Триборге, но что-то, видимо, пошло не так, там распалась команда, конь был долго без работы, и, в общем-то, мерен, и, я так понимаю, он был достаточно обузы, то есть, у него очень вписывался в концепцию дальнейшую спортивных каких-то целей тренера и его учеников, и повышено его продать. И, ну, нам его просто показали для сравнения, вот, что у нас есть такой замечательный, есть еще один, вот, и когда его выбили на просмотр, а, конечно, тогда, там, в общем-то, какая-то реконструкция, у них не было плакса, мы смотрели лошадей в чистом поле, фактически, да, то есть, и вот лошадь, которая долго была не в работе, а по-храброму, это было очень хорошо видно, он был уже в такой, в таких очень округлых кондициях, весь в яблоках, и по его возбужденному взгляду, и по походке было понятно, что он очень рад, что мы наконец-таки вывели из конюшни сейчас, ну, возможно, даже поскачут, и, в общем-то, я на него села, и понимаю, что, нет, это, наверное, не моя лошадь, он очень был такой, ну, просто, да, это была ракета такая, да, такой ядерный реактор, который мне оказалось верхом, и я когда-то в своей жизни зарекалась, что если я куплю лошадь, она не будет гнидой, потому что, ну, это, ну, как-то гнидая лошадь, ну, это избитая, да, и не будет чистокровкой, потому что, ну, это очень, да, такие лошади, психи, у них там очень проблемы с головой, я не справлюсь, поэтому я, как бы, спешиваю и сказала, всё, спасибо за просмотр, но случился такой момент, что, да, мой муж, он очень спокойно относился к лошадям, вообще, к моим увлечениям, то есть, невозможно было заманить на конюшню, там, дорогой, там, поедем, я тебе покажу, как я классно скачу, ну, абсолютно было неинтересно, он говорит, ты будешь выбирать лошадь, пожалуйста, не спрашивай меня, это твоя будет лошадь, я не хочу в этом участвовать, вот, кто он, что он, какую выберешь, такая будет, он просто поехал со мной, ну, как бы, чисто формально, да, туда меня привезти, вот, там со мной поприсутствовать, но когда он видел храброго, это вот единственный конь, в жизни, который, вот, я уже спустя какое-то мгновение вижу, что муж идёт к этому коню, спрашивает по нему, гладит, чтобы разговаривать, говорит, ой, слушай, классный какой, вот тебе разве не нравится, и, в общем, у меня случилась такая диремма, то есть, мы ехали обратно домой, мне понравились оба, конечно, в итоге коня, и, видимо, это была какая-то судьба, потому что владелец Дончака в последний момент переиграла Эпси-карту, какая-то нарисовалась её давняя знакомая, которую она, ну, как бы, по-дружески была более спокойна, да, ей этого коня отдать, и, в общем, нам позвонила, сказала, что она вот из нас двоих всё-таки предпочтёт отдать своей знакомой, и Дончак уехал в другой конёчный, к сожалению, как я потом узнавала, его судьба сложилось не так, как радужно, как хотелось бы его владелец, в общем, пошёл по рукам, потому что, действительно, всё-таки донские лошади, они тоже с характером, лошадь требует в себе определённые отношения, с крабрым, вопреки моим опасениям и то, что меня предрекали вот при продаже, что это очень сложная лошадь, что он из трейборья, что он заповоженный, что, да, он всё так робко, там, у него куча проблем с головой, у нас сложились, наоборот, очень интересные такие партнёрские взаимоотношения, и оказалось, что это совершенно не та лошадь, которую я, как бы, себе представляла при просмотрах. Наверное, да, сейчас, Дмитрий, мы тебя просим сказать, да, теперь, как случилось, да, вот, как твой выбор произошёл. Ну, у меня по поводу Сиреса получилась такая немножко всё-таки мистическая, на мой взгляд, история, как ни странно. Я не писала в коневодителе, в первой статье, перед тем, как начали мы там публиковаться по рабочей выездке. Я не помню приблизительно какой точный год шёл, может быть, 2004 или 2006. Я случайным образом занималась на одной из московских конюшен, и там была Буланная лошадь. Ну, какой-то там, не знаю, Башкир, или белорусский упряжной, ну, какая-то такая вот версия. Одним прекрасным днём я ухаживала за этой лошадью, естественно, я на ней ездила, как посетитель проката. И у меня возник какое-то такое вот ощущение, внутренняя мысль, что история та же самая ситуация, та же Буланная лошадь, но это не он. Это по какой-то причине золотой Бузитана. Вот, шли годы, и в один прекрасный день я на продаже, на проконях увидела объявление о продаже Сереса. На тот период я не была готова приобрести лошадь, но в течение месяца, наверное, я вот упорно смотрела это объявление, просто для душевного какого-то такого, не знаю, там, удовольствия. И в итоге я пришла к мысли, что, ну, хорошо, я не буду его покупать, но я бы хотела просто, ну, почему, я же могу приехать, посмотреть, проехаться, потестить его. Вот, и буквально на следующий день я выяснила, что человек, с которым я близко общаюсь, знаком с владелицей этой лошади, и, собственно, мы туда можем съездить посмотреть его. Мы познакомились и пришли к решению, что для его реализации, так как я не собиралась его покупать, все-таки его нужно из дальней московской области перевезти в Москву. Мы его перевезли на протяжении, считай, вот 9 лет. Я являлась его арендатором и бирейтером. И потом, когда уже хозяйка все-таки решила, приняла окончательное решение о продаже коня, я просто не смогла его отпустить и выкупила. Ну, скажем так, решение было достаточно сложным для меня в плане, что это дополнительная ответственность. Ну, я не была уверена, что смогу создать ему условия, те, которые я хочу. Но, как оказалось, мои страхи были напрасны. На самом деле, если ты, в принципе, делаешь то, что тебе по душе и зов твоего сердца, на самом деле, ситуация раскрывается в очень объемном спектре, что все складывается наилучшим образом. И вот это решение о его покупке, ну, на мой взгляд, оно, во-первых, какое-то такое, как прям, ну, краеугольное, что ли, было. Что если бы я этого не сделала, я, во-первых, очень сильно об этом пожалела. А потом, возможно, обстоятельства сложились бы иным каким-то образом вообще и для меня, и для него. А так все гармонично, и сейчас, на мой взгляд, ну, он бодр, весел, живет в отличных условиях. И никогда не будет еще много лет радовать. Да, ну, да, у нас такие, получается, разные лошади, разные пути встречи с ними. И в конечном итоге мы все пришли к одному, к увлечению рабочей выездкой. Что, в общем-то, конечно, для нашей суровой русской, скажем, климатической ситуации не очень понятная тема, да, как почему вдруг, ну, так все заболели вот этой темой солнечно-испанской португальской дисциплины. Ну, возвращаясь к рабочей выездке, тех, кто еще, может быть, не в курсе, ну, мне кажется, уже большинство знают, что это культура, пришедшая из, ну, с юга Европы, да, там, Испания, Португалия, Юг, Франция и Италия, сюда тоже мы относится и проистекает она, прежде всего, из того, что выращивался, ну, традиционно, да, культура выращивания скота не только на мясо, когда у нас принято, ну, еще для, так называемых, боевых быков, да, для кориды. И, собственно, вот эта вот культура пастухов, она вот таким интересным образом была, скажем так, сквозь века сохранена и трансформировалась в целую такую вот спортивную дисциплину, которая, да, сейчас всегда культивируется. И все мы говорим, что, да, это очень сложно, очень непросто, нужна такая специфическая подготовка лошадей. Но когда я говорю всем, да, что рабочая выездка пришла из фактически-послушной культуры, меня все спрашивают, а что такого нужно необычного, чтобы ропасти коров, да, то есть какими-то такими волшебными качествами, там, умениями должна обладать обычная пастушка лошадь, чтобы, вот, да, из этого такая вот целая дисциплина, да, история дисциплины сложилась, вот. Ну, на самом деле, вот, я в этом году ближе познакомилась со всей этой темой в плане работы с коровами и сортировки этих коров. Вообще они очень интересные животные, коровы. Я думаю, все пастухи нашей страны и те люди, которые занимаются с этими животными, как бы согласятся со мной. Во-первых, они очень умные, у них есть свои, ну, логично, что у них есть свои мысли. Вот, они очень интересно коммуницируют друг с другом. У них возникают общие мысли на тему всадника и лошади, и что он хочет сделать или куда-то там отсортировать. Мы не берем тех, допустим, коров, которые работают на коридах и имеют там завышенный порог вот этой агрессивности по отношению к движущимся предметам. А если даже брать вот обычных буренок, которые разводятся на мясо, или как, опять же, я видела коров, которые вот живут в Карамате, и там молочная у них фирма. Ну, в общем, там палитра взаимодействия в стадии с лошадью, с человеком, и вот вся эта история, она чрезвычайно интересна, то, что нас получается много единиц, которые интеллектуальные единицы. Да, коров, естественно, но они не люди, но они тоже имеют очень много интересных мыслей по поводу того, что происходит. И вот, в частности, практика в сортировке скота в этом году показала приинтереснейшие ситуации, когда первые дни коровы позволяли нам очень легко себя отсортировать и играли с нами в эту историю на таких, на минималках, по, как сказать, как только наш опыт повышался, и вот эти дни продолжались, вот эти дни тренировок продолжались с коровами, они всё сложнее и сложнее составляли нам шахматную партию из вот их небольшого стада, который, собственно, с которым мы работали. К сожалению, сейчас для многих всадников это вряд ли что-то, о чём-то вообще будет информационно полезна вот эта информация, но я думаю, когда те, кто дойдут до практики, смогут оценить по достоинству, что вот этот вот потенциал во взаимодействии. Тут есть, кстати, ещё и другая сторона, как эта палка, да, в двух концов. Я когда была в Португалии, ну, уже там, не знаю, 5-6 лет назад, такой как зоозащитник, это же как же, вот, корида, естественно, там, вот эти, мы тренировались на аренах для боя быков, да, то есть это там, вот везде всё это пропитно, говорю, вот, корида, зло, плохо. Они искренне вообще удивлялись, так на меня смотрели, говорили, в принципе, как это, как это плохо, вот. И мы какое-то время пытались найти вот общий язык, я пыталась объяснить, что там издеваться, убивать животных плохо, но потом они очень доходчиво вообще объяснили, что вся вот школа, испанская, португальская школа верховой езды, она держится только на кориде, да, то есть, потому что только вот это вот взаимодействие, вот с той агрессивной, да, частью быков, которые тоже есть, тоже, которые в любом случае необходимы, они дают, во-первых, не умереть вот этому искусству, да, которое веками совершенствовалось, и, соответственно, дальше вот дать ему развитие уже сейчас там спортивной дисциплине, то есть, конечно, раньше это была прикладная какая-то, да, больше, сейчас, естественно, этого прикладного смысла уже меньше, но вот за счёт вот этой кориды, которая многим кажется, ну, там, барбарством, да, там, и жестоким обращением с животными действительно даёт нам сейчас вот эту красивую, сложную и, в общем-то, уникальную дисциплину, которую мы пока не очень понимаем, да, но надеюсь, что... Ну, вот если опять же послушать тех же самых португальских заводчиков Уистан, в основном они все связаны с разведением боевых быков, это как бы одно целое, по сути дела, их селекции лошади, там многие люди в своих видеозарисовках так и говорят, что то, чем является Лузитана, это сформированная лошадь благодаря бою с быками в своём функционале, потому что, ну, факт остаётся фактом, опять же, можно к этому относиться положительно, можно к этому относиться отрицательно, но... Но он несёт свой голосок. Да, как бы, да.